Надежда Грек, врач-радиационный онколог. Профессия непростая, а сейчас ответственности стало в два раза больше. Работать приходится на новых линейных ускорителях, которые, без сомнения, современные и эффективны, но от врача требуют ювелирной точности и обширных знаний. Сейчас мы имеем очень высокоточечное прицельное оборудование. Нам очень важно, чтобы не было никаких как человеческих ошибок, так и мы должны еще следить за оборудованием, чтобы не возникло никакой технической ошибки. То есть до этого не нужна была такая сверхточность. Сейчас необходимо вплоть до миллиметра, чтобы планируемый объем облучения, он соответствовал тому действительному объему облучения. Новые линейные ускорители – это практически последнее слово техники в такого рода лечении онкологии. В работе аппарат позволяет по минимуму затрагивать здоровые ткани человека. Уравнение получается простое. Падение лучевой энергии больше, а вот сопутствующих повреждений кожи и прочих внутренних органов меньше. Звучит потрясающе, но на деле это огромная работа целой команды медиков. И учитывая, что для Гродницкой области это передовой опыт, нашим специалистам пришлось пройти дополнительное трехмесячное обучение, в том числе в Минском онкологическом центре на однотипных линейных ускорителях. Столичные медики и сейчас приехали в Гродно, помогают в клиническом запуске оборудования, консультируют. Здесь на самом деле работает команда, команда специалистов. Это врачи и рационно-онкологи, это медицинские физики, инженеры, врачи, медицинские сестры, середний медперсонал. Это целая команда, от работы каждого зависит успех лечения. Моя задача, как специалиста с большим стажем в работе в центром аппарате, рассказать о нюансах работы. Именно поэтому пока отделение лучевой терапии в полную мощность не работает, медикам нужно время. Через несколько месяцев принимать пациентов здесь будут в две смены. За один день лечение смогут проходить по 80 человек. Но нужно понимать, записаться на сеанс самостоятельно и тем более пройти облучение невозможно. Для этого нужно направление по показаниям от радиационного онколога. Ведь речь идет о радиации. Облучение должно быть сверхточным. Подготовка к лучевой терапии тоже процесс далеко не быстрый. Может занимать неделю, а то и полторы им занимается врач, да еще не один. Во-первых, нужно соблюсти все точные параметры. Они, кстати, проверяются на специальном кубике, который имитирует человеческое тело. Только после этого можно проводить терапию. Кстати, от пациента тоже очень многое зависит. Нужно соблюдать специальную диету, не употреблять алкоголь и, конечно, не курить. Сейчас в радиологическом корпусе в эксплуатацию введены не только линейные ускорители, но и рентген-компьютерный томограф, системой виртуальной симуляции и планирующими станциями, которые работают вместе. Уже готовы помещения для двух брахи-терапевтических комплексов. Мы используем каждую возможность для того, чтобы подключить оборудование и пустить его в работу. На брахи-терапевтических комплексах нам будет проще начать работу, потому что специалисты в университетской клинике радиационной онкологии, они уже работали на подобных аппаратах, поэтому, в принципе, здесь процесс обучения не займет длительного времени. В конечном итоге в онкодиспансере будет сконцентрировано все высокотехнологическое и современное оборудование для диагностики и лечения пациентов с онкологической патологией. Анна Соловей, Андрей Шиповалов. Новости Гродно+. Новости Гродно-Университетская клиническая 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 клиническая